Один из наиболее частых сценариев последствий висхолдинга – это нервный срыв у жертвы – нарцисса, абьюзера или психопата. Висхолдинг обычно проводят люди психически нездоровые. Что отличает психически нездорового человека от психически адекватного? Если вы психически адекватному человеку скажете, что мне больно, меня это не устраивает, так нельзя, он может нечаянно задеть ваши границы. Он поймет, ага, тут не надо. Он отреагировал. Нарцисс-психопат либо проигнорирует, либо вам это будет вину вставлять, будет пытаться вас ломать. И если долго подавлять свои чувства, если долго проглатывать, если работать над собой, задыкать свои чувства, то это либо нервный срыв, потому что вы эти чувства копите, 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 они все равно копятся, потому что вы не обманете душу, вы не обманете психику, вы не обманете себя. Тело протестует против психологического насилия, душа протестует, духовная область протестует, потому что человек поступает плохо. Это либо будет нервный срыв, когда начинает вполне психически стабильный человек плакать, психовать, хлынуло, как из ведра. И если человек действительно умеет любить, он психически адекватен, он испугается, он отреагирует, он о вас позаботится, он попробует это решить, он не будет сто раз откладывать на потом. Если он психически нестабилен, не здоров, ну, нарцисс питается этими эмоциями, или если они ему не нравятся, он их отменяет, он скажет, у тебя чем месячный, да, или у тебя там ПМС, а у тебя там климакс, наверное, или там еще что-нибудь, то есть, а ты истеричка, тебе лечиться надо. Слушай, что ты мне опять мозг выносишь, а? Это вот выносить мозг, обсуждать то, что не нравится в отношениях, что не устраивает, чем вы хотите поделиться, это запрет на удовлетворение ваших эмоциональных потребностей в отношениях. И действительно, не каждый даже психолог или психотерапевт сразу может отследить нарциссы или психопата, они очень хорошо в обществе приспосабливаются, так сказать, подстраиваются, потому что им нужно выжить. Мне вот один из таким психопатичным укладом юноша говорил, у меня так подстройка развита. Я говорю, ты что говорил, ты же врал, я говорю, посмотрю, у тебя вранье идет. Он говорит, у меня так подстройка хорошо развита, я могу выжить везде, и на зоне, и в бандитской среде. Вот так они подстраиваются. Либо эти эмоции, которые вы копите, висхолдинг, повторяюсь, да, ваши эмоции отменяют, вам не дают себя выражать, вам ставят в укор, что ты эти эмоции используешь, вину навешивают. Как вы помните, вина – это излюбленный прием манипуляторов. Вообще, настороженно очень относитесь к людям, которые вам вину пытаются впихнуть. В большинстве случаев это манипуляция. Так вот, никуда это все не денется, все ваши подавленные эмоции, право быть собой – это либо вовне, истерикой, плачем, криком, либо депрессия. Депрессия подавленная внутрь. Депрессия говорит, слушай, перестань делать то, что ты делаешь. Ты идешь не туда. И часто ведь лечат последствия депрессии, например, психиатр. А там ведь надо либо из окружения убирать токсичную мать, либо какую-то фигуру, либо сам брак, по сути, это иллюзия, потому что партнер – абьюзер. И чем дольше в этих отношениях, тем сложнее уйти. Я видела, кто там по 15-20 лет живут с абьюзерами, заражается этой чернотой, сидят на антидепрессантах, у них психика неспособна уже к терапии слова. Ну, видимо, уже вот время работает против вас. Еще как последствия висхолдинга, то есть не прожитые правильно, не выраженные эмоции, они бьют по здоровью. Они бьют по телу. Это часто кашель, боль ком в горле, боль в груди, спазмы, боль в сердце, головная боль, спазмы в животе, трясутся руки-ноги, панические атаки, аллергии на психосоматической почве. Это могут быть какие-то гнойные воспаления, заболевания. Вообще падает иммунитет. Когда вы рядом с психическим агрессором, который вам запрещает себя выражать, начинает падать иммунитет. А если иммунитет падает, там у кого рвется там, где тонко. У каждого летит, что там может. Что значит здесь делать? Надо слушать свои эмоции, проанализировать, что я слушаю, чувствую, послушать себя, дать себе выразить эти эмоции, послушать своего внутреннего ребенка. Нередко у жертв висхолдинга у них внутренний ребенок забит, побит, подавлен, куда-то затыкан в дальний угол. Ребенку холодно, больно, страшно. Это символ нашей части души, это символ нашей части личности. И внутренний ребенок, он точно знает, где ему плохо, где хорошо. Отношения с нарциссом разрушают. Если в отношениях проявляется висхолдинг, вы это пресекаете, и человек вас слышит, понимает, значит, человек с психикой более-менее. Если он не понимает, обычно нарциссы, особенно хардовые психопаты, живут по принципу добить. Добить, дожать, могут к физическим действиям перейти, к какому-то насилию, будут уничтожать до конца. То есть, если вы психологически, морально устойчивы, например, вы обратились за помощью к терапевту, и он вам помог собрать эту целостность, вы дали отпор, вы не дали собой манипулировать, он может с вами судиться из-за детей, из-за бизнеса, из-за квартиры. Он может там, не знаю, машину поцарапать, поломать вещи в вашем доме, начать вербовать летучих обезьян, говорить про вас плохо. Вообще, я по роду работаю, ну, работаю, там, миллионные просмотры, да, на ютубе, и, естественно, таких людей я бешу, да, злость. И эту прям злость видно, знаете, я порой так смотрю, как будто вот вампиры прыгают, они могут до тебя допрыгнуть, потому что крови нет, потому что ты их бесишь. Дай такому человеку волю, он может тебя просто попробовать уничтожить. Но чем вы сильнее внутри? Уходите с того уровня, где вы находитесь, если вы в этих отношениях. На этом уровне вы не справитесь с нарциссом. Всегда есть уровень выше, всегда трансформация и рост неизбежен. Всегда есть следующий уровень, даже если его не видно, говорил один из моих любимых наставников. Есть такое понятие, как суперсила. Что такое суперсила? В каждом из вас скрыт огромный потенциал, огромные возможности. Вам кажется, что у вас этого нет, у вас все есть. Как в семечке дерева. Есть вся информация о дереве, о прекрасном цветке. Так и внутри вас это все есть. Остается только это вытащить, это раскрыть. И выйти в такие вибрации, в такое поле, где вот эта вот фигура нарцисса, это как тени. Это как у Толкина зашел Фродо в мир теней и увидел эльфов, огромные мощные световые фигуры. Это архетип образ ангелов. Это ангельский уровень. У Толкина об архетипах говорил психолог Карл Густав Юнг. Это самое лучшее, что есть у нас, глубинная память души. И действительно это невозможно на том уровне, где, может быть, вы были, иначе бы вы не попали в эти отношения. Но поставьте себе цель стать лучшей версией себя. И Фродо увидел черных всадников у Толкина и ангелов, эльфов. Когда черные всадники увидели фигуру Леголаса, но в самом фильме поменяли на Аравин, но Аравин тоже это символ света. Это стихии восстали против нечисти. Если мы откроем Ветхий Завет, стихии, да и Ветхий Новый. Когда распяли Христа камни, земля потряслась, тьма накрыла, и сотни купав, сказал-то, был Сын Божий. Там, в архетипах глубинной памяти генетически бессознательного человечества, есть вся вот эта память, которая идет истоком к мифам, сказаниям и к древним книгам, в которых, в общем-то, написана духовная мощная правда, которая является опорой духа. Вы знаете, что во времена репрессий политических заключенных, которые были недовольны режимом, сажали к закоренелым уголовникам, чтобы сломить их волю. Но, может быть, физически более слабые, кто протестовал, например, против какой-то системы, они были сильны духом, и они даже в уголовной среде заслуживали авторитет. То есть, не физическая сила сколько ценится, а мощная, может быть, дрищ такой, такой дух, а может быть, качок, и внутри-то такой мальчик, мамина корзинка, в чепчике-сосочку такой, с маминой титикой. Вот, поэтому суперсила – это что-то большее в нас, оно в нас есть. Это уровень духа, который, кстати, первичен. Ведь мудрые говорили все видимое временно, а невидимое вечно. Но кто мешает найти это невидимое, кто мешает это почувствовать, как это почувствовать? Сказки, легенды, сказания, любимые герои, книги, вот все, что наполнено светом, что вас вдохновляет. Образ героя, образ феи, образ эльфа, образ ангела, образ чего-то очень классного, светлого. Это может быть и волшебный единорог, который там рогом пробивает ведьм. Это может быть какое-то очень светлое существо. Или, например, феникс – это такое тоже мистическая птица, которая умирает и возрождается вновь. Кстати, во времена первого христианства феникс был изображен на надгробных плитах. Изображали это символ воскресения. Я даже вот, когда хотела фразу подобрать к фениксу, я восстану вновь, я воскресну. То есть Христа же распяли, он умер и воскрес. И победил зло. Поэтому качайте свою суперсилу. Поставьте цель. Каким вы хотите быть? Если вас пробивали нарциссы, прогибали, подумайте, каким я хочу быть. Надо ставить цели. Надо правильно ставить цели. Когда вы правильно направлены, вы чувствуете внутренний подъем. Прямо сама жизнь говорит, ты идешь правильно. Ты правильно ставишь цели. Какое я? Какая я? Нарциссы там какие-то такие сидят, такие вот маленькие. Напишите в комментариях под этим видео, что вы думаете. Да, и отдельно хочется сказать тем людям, которые очень сильно боятся нарциссов, пишут, что эти советы приведут к тому, что вас побьют или забьют. Во-первых, я не несу ответственности за то, как вы интерпретируете эту информацию. У меня на канале написано в описании канала, что здесь демонстративные разборы. Про мой опыт, про моих клиентов. У меня их десятки тысяч. Чтобы разобрать вашу ситуацию, написано в описании канала, запишитесь на консультацию онлайн. Я несу ответственность за клиентов, с кем работаю. За то, как вы услышали и интерпретировали, я ответственности не несу. Это касается всех, кто ищет бесплатную помощь в интернете и не идет к терапевту на прием. Это то же самое, что лечить болячки по интернету. И кто-то интерпретирует, вот я где-то говорила бить нарцисса или психопат. Я где-то говорила с ними драться. Вот человек так услышал, интерпретировал. Вот, поэтому запомните, что все, что рассказывается в интернете, это не про вас. Это демо ситуации, узнали себя. Это демонстрация экспертности психолога, коуча, психотерапевта. Чтобы вы понимали, вам к нему или не к нему. Вот я, например, каких-то людей отправляю к психиатру или психотерапевту. Потому что я работаю с психически здоровыми людьми, как психолога, коуч. Я не буду брать клинические случаи и расстройств. А кто-то, наоборот, берет расстройства. Например, психотерапевт, медицинский или не медицинский. Это элементарные вещи. И для этого здесь выложены видео. Но одевать корону и считать, что Юлия Новикова сделала разбор под миллионы случаев под вас. Это говорится про вас. Вы неверно интерпретировали. Вы не пошли на консультацию. Вы просто обманули себя. Вы просто слили свой результат. Поэтому всем осознанности запомните, что по интернету не лечатся проблемы с телом. Для этого есть врач. Психологические проблемы не решаются просмотром видео. Потому что психотерапия требует огромного мастерства, образования и практики, и работы индивидуально. Вот чтобы не было такого, что у человека выворачивается мозг, и он говорит, что призывают все к спаррингу с нарциссами и с психопатами. Ну или может быть действительно такому человеку на канал психиатра, или на приемы лучше к психиатру, если он как-то непонятно воспринимает окружающую реальность. Это, кстати, тоже попытки, я думаю, манипуляции спикера. Повесить ответственность. Вот видите, вот вы сказали, я вот так вот. Нет, ребят, все-таки оценивать чужую работу вы должны минимум быть выше на ступеньку спикера. Образование, практика, книги, публикации, какие-то там докторские, кандидатские. Если нет, если вы не имеете даже базового психологического образования, ваши попытки рулить спикером выглядят так же глупо, как не имея медицинского образования, вы рулите врачом. Вы говорите врачу, что делать, понимаете? И единственный человек, кто от этого страдает, только вы. Единственный человек, кого вы обманываете, это вы сам себя. Потому что если вы не идете на терапию, а ищете бесплатные решения в интернете, ну вы просто свою жизнь спускаете под откос. Это вот как у человека, например, там операцию надо делать, а он ходит, там, иная травки по лесу собирает. Вот, всем осознанности, всем здоровой психики, и да пребудь с вами сила.